Всем привет, мои дорогие! С вами Ирина на канале Мастер Своего Дела. И у меня для вас очередной вкусный рецепт. Немедленно начинаем готовить. Сегодня мы делаем очень вкусные пирожки с разными начинками. Это будет начинка с колбасой, начинка с грушей и начинка с капустой. Вы увидите все сами. Ну и, конечно же, тесто. Все продукты простые и доступные, так что медлить не будем. Подготавливаем все и начинаем процесс приготовления. Подробное описание всех необходимых ингредиентов вы найдете внизу в инфобоксе. Для теста использую продукты комнатной температуры. Сливочное масло заранее растапливаю в микроволновке. В глубокую емкость вливаю теплое молоко. Сюда же добавляю сахар, дрожжи и немного муки. Делаем опару. Но если вы уверены в своих дрожжах, то опару можно не делать. Все хорошо перемешиваем. Прикрываем емкость полотенцем и оставляем где-то минут на 5-7. До вот таких пузырьков. Как только пузырьки появляются, значит дрожжи активно работают и можно продолжать. Добавляем сюда соль, растопленное сливочное масло, яйца. Аккуратно все перемешиваем венчиком. И постепенно уже добавляем сюда муку. Замешиваем плотное тесто. Вначале я вымешиваю венчиком, а затем уже начинаю руками замес. И затем уже когда тесто вымесили, прикрываем сверху все полотенцем и оставляем где-то минут на 40. Тесто при комнатной температуре. И можно заняться приготовлением начинки. Начинки у меня сегодня будут разные. Первый вариант это груша с корицей с сахаром. Притушиваю на сковороде буквально минут 5-7. Второй вариант начинки это капуста с морковью и яйцами. Соль, специи сюда добавляем уже по вкусу. Все это тоже притушиваем где-то примерно минут 7-10. Яйца в жаровню добавляем уже когда капуста практически готова, то есть мягкая. И третий вариант начинки это начинка с колбасой. Колбасу я обжариваю до румяности. Добавляю сюда зелень, у меня это замороженный укроп. И также уже когда колбаса немного остынет, отправляю сюда сыр, порезанный кубиком. Это третий вариант начинки. Все подготовлено, можно формировать пирожки. Но так как и тесто уже поднялось. Тесто я достаю на рабочую поверхность стола. Аккуратно все это скатываю в колбаску такую и разрезаю на равные куски. Куски могут быть абсолютно любыми. То есть смотря какие пирожки вы собираетесь делать. Большие или маленькие. Тут уже все по усмотрению. Скалкой теста я не раскатываю, а просто аккуратно руками формирую такие лепешки. И выкладываю сюда начинку. Неважно помнить, чем больше начинки, тем вкуснее пирожки. Выпекаю пирожки в духовке при температуре 180 градусов примерно минут 30-35. Перед тем, как отправить их в духовку, сверху я промазываю их яйцом. Ну, чтобы корочка была румяной, красивой. Получаются действительно очень вкусные пирожки. С начинками можно экспериментировать. И делать абсолютно любой вариант. Ну, а тесто действительно получается классным. Пробуйте, готовьте, радуйте себя и своих близких. Ну, а у меня на сегодня все. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых следующих видео. Всем пока-пока, мои дорогие. Приятного аппетита. Готовьте вкусно. Готовьте с удовольствием. Готовьте с удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok